итак мы продолжаем мы договорились с вами до того что господь бог не хочет смерти грешника и более того он прощает ему все грехи и беззакония при условии что это было сделано с чистым сердцем из-за этим если есть возможность немедленно последовали дела подтверждающие твои чистосердечные намерения артикулированы либо молитвой грешника либо любым другим форматом чек не обязан знать молитву грешника дабы быть причислены клику святых мы все с вами причислены клику святых отделенных спасенных суть в том что творится в твоем сердце сколько надо человеку времени чтобы покаяться и принять господа день минута секунда вполне возможно что когда мы думаем что человек уже умер и глаза его начинают тухнуть и сознание угасать вполне возможно что господь бог даже в эту секунду или мгновение ока может достучаться до сердца грешника и не на уровне артикуляции а в глубине души этот человек примет господа бога и мы будем безмерно удивлены когда представ когда-нибудь царство небесное предлицо отца небесного мы обнаружим этих людей которые при своей жизни и даже на смертном одре отнюдь не указывали на какие-либо признаки покаяния и обращения но бог всемилостив и он один знает поэтому я никому и никогда не советую говорить о ком бы то ни было что этот человек умер грешником а этот человек обязательно сегодня же в царство небесном по простой причине мы этого не знаем это не наша парафия это не наше дело и не наше мы не имеем права должны это претендовать мы надеемся всегда мы проповедуем евангелие своей жизни и так раби иона герундик говорил что ни в коем случае пусть вас никто не разубеждает не разочаровывает каждый человек имеет надежду на то что он будет принят господом богом господь бог встречает его со слезами и с распростертыми обятия в талмуде мы с вами говорили о талмуде и надеюсь что теперь из вас каждый прекрасно знает что такое талмуд талмуд это сборник законодательных текстов которые определяют образ жизни любого еврея который создавался в первые пять веков нашей эры и талмуде есть очень интересное место которое я опять-таки попытаюсь вам процитировать я не могу даже назвать это цитаты потому что это как мой пересказ хорошо трактат гетин 65 страница б я вы запишите себе может быть когда-нибудь вам пригодится даже без того что давай я понимаю для вас сейчас это не имеет большого смысла полут построен таким образом что в любые издания они всегда сохраняют ту же самую страничную нумерацию и лист талмуда он делится на а и б то есть как бы на эту страницу и другую поэтому если вам когда-нибудь что-нибудь надо найти не важно издавался ли он вильнюсе и так называемый талмуд вильны или он издавался в средние века или еще раньше или венецианское издание или сегодня если вы говорите 65 б любой еврея в любой части мира имея на своей полке талмуд найдет это неважно большого формата маленько она построена таким образом что всегда можно было найти эту ссылку не так как сейчас начинает печатать книгу в одном формате другом в одной книге на одной странице в другой книге это на другой странице евреи данным давно позаботились что где бы ты ни был всегда один и тот же формат остается хоть это карманное издание хоть это настольное издание неважно какое поэтому 65 б если мы говорим трактат гетин безошибочно в любом издании тысячи изданий будет всегда одно и то же место всегда его можно будет найти что там пишется я пытаюсь еще раз прочитать процитировать внуки амана все помнят кто такой аман раз аман 2 помнят или нет кто-нибудь помнит дорогие мои это библия которую мы с вами читаем это один из праздников который установил господь бог это праздник пурим из книги эсфирь и был мардахей или мардахай по-русски и было эстер или эсфирь и был злодей аман такие вещи надо знать мои дорогие хорошо и вот в аман это символ о продолжении амалики тян один из чудовищных злодеев в истории еврейского народа поэтому именно он как бы является олицетворением зла он захотел уничтожить весь еврейских народ помните он говорил есть среди этого народа один человек который не поклоняется тебе помните когда царь артаксеркс выходил а этот не поклонялся мардахе или мардахай внуки амана говорит талмуд изучали тору в бней браке бней брак это предместе современного тель-авива и тогда и сейчас это религиозный центр очень серьезный в израиле то есть внуки амана то есть величайшего злодея антисемита изучали тору в бней браке внуки сесеры все знают о такой сесар хорошо я не буду вдаваться домашнее задание внуки сесеры обучали детей в иерусалиме внуки синнахерима ну синнахерима знают все так же хорошо подозреваю как амана и других прочих сесер это на вашей не сомневаюсь я не сомневаюсь что вы знаете но я хочу чтобы знали все потому что это слово божье что и божье нету нового завета и ветхозаветного иллюстративного материала знаете как я ярый противник того чтобы раздавали людям новые заветы игру по какому праву вы взяли библию разорвали ее на две части и даете чеку какой-то один кусок кто дал вам право так надругаться над писанием вы создаете у людей впечатление что есть более важная часть библии и менее важная часть библии этого нельзя делать тем более когда вы проповедуете евангелие евреям и евреям должно быть четкое понимание что новый завет есть безусловным продолжением ветхого завета а не книга противоречащая ему одна из проблем христианское воспитание с моей точки зрения состоит в том что создается акцент правильный акцент на изучение нового завета в ущерб изучению ветхого завета если вы посмотрите на программу стандартные семинарии то практически наверное 85 процентов того что изучается это новозаветные тексты это неправильно это несправедливо тридцать девять книг библии данные нами которых писание игры что она богодухновенно и полезно для научения и так далее это тексты которые и на которых воспитывался все первые поколения верующих и который является основанием того во что мы верим в новом завете поэтому я ожидаю от вас что мне бы очень хотела чтобы вы полюбили ветхий завет потому что он никакой не ветхий он свежий он тот же самый новый и он неприходящий и он нужен всем нам для того чтобы мы могли по крайней мере хотя бы понимать о чем идет речь в новом завете и так внуки амана изучали тору в ней браке внуки сесеры обучали детей в иерусалиме внуки синнахирима публично изучали тору и кем они были задается вопросом талмуд ответ они были шамаей и автальоном еще два имени которые вам естественно ни о чем не говорят это два знаменитых таны или автора мишны в том же самом талмуде яков нуснер может быть кто-нибудь когда-нибудь слышал величайший ученый настоящего времени который еще жив мира чек который написал мне не знаю наверно даже больше чем владимир ильич ленин если кто-нибудь видел когда-нибудь собрание сочинения владимира и ленина у него может создаться впечатление что ленин не ел не пил не спал не делал революцию не у него не было никаких отношений по ночам со своей возлюбленной женой надежды константинной крупской он сидел и писал дни и ночи так вот яков нуснер который еще жив и потому что он по жизнь прожил большую чем владимир ильич ленин который как известно прожил 54 года с 1870 по 1924 так вот яков нуснер написал гораздо больше и продолжает слава богу подотворно писать он известный комментатор известный экзегет известный знаток и специалист иудаизма самый наверное в современном мире так вот по поводу этого талмудического текста он говорит что подобное утверждение сравнимо с тем как если мы сказали что внуки эйхмана учатся в иерусалиме эйхман это единственный человек которого приговорили в израиле к смертной казни это автор и создатель всех газовых камер и идеолог уничтожения евреев и далее сравнивая вышеупомянутых потомков с гитлером и гимнером и он говорит это то же самое как если бы внуки эйхмана изучали в тору внуки гиммлера обучали детей в иерусалиме а внуки гитлера публично преподавали в тору в еврейском университете вот это вот аналогичное утверждение и кем были бы их внуки и они были бы и вот эти вот два как бы самых великих имени подготовил один из которых был бы мусор то есть для того чтобы понять что это значит для евреев мы должны как бы представить себе чудовищность злодеяний описанных в писании или в жизни этими людьми и понять что даже талмуд две тысячи полторы тысячи лет назад считает что никого на того что грехи родителей не меняется но даже то проклятие которое до четвертого колена внуки попадают четвертое колено в отличие от благословения до тысячи колен не распространяется потому что если человек имеет возможность покаяться не имеет значения чем он был наставлен как он был наставлен все начинается с чистого листа бумаги важно абсолютно важно когда мы говорим с моими братьями родными мне по плоти евреями и израильтянами указать что наш еврейский бог любвеобилен и многомилостив и он не вменяет грешнику его греха если есть желание искренне покаяться я хочу привести еще несколько примеров из писания я настаиваю именно из ветхого завета чтобы показать вам как господь бог ветхого завета тот же самый бог что иного завета как господь бог великий бог израиля относится к людям совершенно конченным совершенно безнадежным которые по сегодняшним понятиям ну наверное надо было приговорить четырем пожизненным заключениям или к смертной казни третья книга царств 21 глава стихи 25 и 26 ахава знают все я надеюсь ахав муж и завета не было еще такого как ахав 3 царств 21 глава стихи 25 26 не было еще такого как ахав который предался бы тому чтобы делать неугодное пред очами господа и к чему подущала его жена его изовель старая песня жена моя которую ты мне дал он поступал весьма гнусно последуя идолам как делали а марии которых господь прогнал от лицов сынов израилев это характеристика амана ахава прошу прощения что господь бог хочет сделать он говорит здесь же в этой главе 21 стихе 21 21 3 царств так говорит господь вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою и истреблю агава мочащегося к стене это идиома еврейская и заключенного и оставшегося в израиле поступлю с домом твоим так как я поступил с домами рава то есть господь богатя истреблю намерение господа бога я истреблю тебя ахав но в третьей книге царств мы читаем здесь же 21 стихе 27 глава и 29 по 29 стих 1 21 27 29 выслушав все слова сии то есть предупреждение от господа бога ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище и постился и спал во вретище и ходил печально и было слово господне кельи бесфитянину и сказал господь видишь как смирился предо мною ахав за то что он смирился предо мною я не наведу бед в его дни во дни сына его наведу беды на дом его то есть ахав несмотря на то что писание говорит не было такого еще гнусного человека который бы блудил поклонялся идолом мы можем себе только представить что это был за человек из описаний и до той части описаний которые списали и тем не менее господь бог говорит он покаялся и смирился поэтому на него я не наведу беды сын его другая история был еще один человек не менее страшный по имени менасия все наверно знают на ревете он называется мы нашим мы обратимся с вами книги паралипоменон или 2 паралипоменона 33 глава 2 паралипоменон 33 глава стихи с 9 по 13 2 паралипоменон 33 9 13 но монасия довел иудеи и жители иерусалима до того что они поступали хуже тех народов подумайте то есть он не только был ответственным за того кто он был но ведь пример царя он не просто заразитель он ведет он создает образец поведения он довел жители иерусалима до того что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Монассии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Монассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему. И услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал, знаменитое то слово «еда», которое Адам познал его, близкие отношения, интимные отношения, и узнал Монассия, что Господь есть Бог. Господь Бог прощает Монассию, который по всем критериям был одним из самых страшных преступников, один из самых страшных злодеев за всю историю Израиля. Может быть, еще одно место. Четвертое царство, 21 глава, 16 стих. «Еще же пролил Монассия весьма много невинной крови, так что наполнил ей Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду, грех делал неугодное в очах Господних». Залил Иерусалим потоками невинной крови, но даже такого человека прощает наш Господь. Естественно, я буду повторять ее еще раз и еще раз, как тот хазановский попугай. Помните, когда попугай приблизительно с таким носом, как у меня, с клювом, сидит в зоопарке и говорит, «Я и здесь молчать не буду, у тигра мясо ворует из клетки». Помните, да? Нельзя об этом молчать. «Молитва покаяния не предполагает только произнесение нескольких слов. Молитва не делает человека праведным и не делает неверующего христианина. Но молитва, за которой следует, это как курок, после которого начинает из ствола вылетать пуля дел. Вы начинаете что-то делать, вы не можете не делать. Если вы можете не делать, у вас есть беда». Толстой сказал, «Если можете не писать, не пишите». Если вы можете не творить, не творите, потому что то, что вы будете делать, не является творчеством. Творчество – это то, что не может не производиться, не может не проистекать из вашей души. То же самое, если после молитвы, произнесенной вслух, вы видите, что в вашей жизни ничего не меняется. И вы не бежите, не бежите, прошу прощения, делать добро. И вам не хочется наполнить мир этой радостью. То в вашей жизни ничего не произошло. Несмотря на то, что вы прошли со смиренным видом по коридору и произнести те самые правильные слова. Ваши слова не стали делами. «Не произошло воссоединения артикулированного с реализованными. Не произошло слияние вашего духа со святым духом. Дух святой не запечатал вашу жизнь». Замечательно, что Господь Бог это делает. Господь Бог таким образом показывает нам, что у нас есть еще шанс. И чтобы мы не успокаивались на достигнутом, на произнесении вслух нескольких слов. Пока живы, есть еще, естественно, надежда. Яков. Вторая глава. Стихи с 18 по 26. Яков, кстати, одно из моих самых любимых посланий. Наверное, по этой причине Лютер его жутко не любил. Лютер вообще предлагал послание Якова выкинуть из канона, потому что там как бы есть проблема с его точки зрения. Потому что там что-то она чересчур еврейская. Ну да, но как-то не сильно указывает, что надо разделять веру и дела. Окей. Итак, Яков. Вторая глава. Скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Или один? Хорошо делаешь? Но ведь и бесы веруют и трепещут. Мы говорили с вами. Бесы знают, что есть Бог? Да, конечно, есть. Трепещут. Проблема бесов, что начало мудрости есть страх Господен. Но только начало мудрости, не ее конец, не ее вершина. Если то, что держит наше отношение с Господом Богом является только страх, то мы несчастнее всех неверующих. Не страх потерять спасение, а страх обидеть того, кто тебя спас, является и должен являться, по сути, основанием для нашего поддержания отношений с Господом Богом. Страх обидеть кого-то. А бесы не имеют этого страха. Они имеют страх за свою жизнь. Вот так и мы часто трясемся над своим спасением, боимся его потерять. А это не что иное, как истерическая паника и страх перед Господом Богом за инстинктивное понимание, кто мы есть на самом деле. «Несмотря на все внешние правила приличия и смирения, ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, поразительное слово, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Ее нету? Это труп. Вера, из которой не следуют дела, ее просто не существует. Нет, не обманывайте себя, когда вы говорите, вот молодой человек принял Господа 10 лет назад. Правда, есть до сих пор какие-то проблемы, ничего хорошего мы его в жизни не видели. Кого он принял, простите? Бога? Может, не того? Может, не там? Может, потому что жениться хотел, девушка хорошая была в церкви. Почему не принять? И так вроде ничего, хороший парень. Я говорю, будет находиться в аду, в отделении для хороших людей. Ну, хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Подождите. Как это делами? Разве не верою? Аврааму была вменена праведность. Да, но вера, за которой последовали дела. Невозможно было приносить Исаака в жертву, не веруя в Бога. Это не то, что он сказал, Господи Бог, я в тебя не верю, но как бы чего не вышло, пойду принесу его в жертву. Не так. Именно потому, что он верил Богу, он шел, приносил Исаака в жертву. Именно он приносил Исаака в жертву, потому что веровал в Бога. Эти вещи невозможно отделить друг от друга. Одно подтверждает другое. Отсутствие одного в ряду доказательств делает разорванной эту цепочку раз и навсегда. Вера, за которой обязательно следуют дела. Видите, что вера содействовала делам его? И делами вера достигла совершенства. То есть, как бы поднялась от страха за свою шкуру до страха обидеть того, кто эту шкуру спас. Видите разницу? И исполнила слово Писание, веровала Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Опа! Вера. Какая вера, которая производит дела? Но никакая не другая. Видели человек, оправдывается делами, а не веруют только. Подобно Ираав, блудницами. Не делами ли я оправдалась, приняв саглодатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Точка. Я представляю себе, как Лютер ненавидел эти слова. Что с ними делать? Знаменитым тезисом разделения веры и дел. Ну, конечно же, никто не спасается делами. Понятно? Спасается верою, которая производит дела. Это, как говорится, я купил автомобиль, но вы же хотите, чтобы автомобиль ездил? Вы не можете разделить автомобиль от его функции? Я верю, что этот автомобиль работает. Но до тех пор, пока он не поедет, толку от него никакого нет. Вы можете его использовать как палатку весьма дорогостоящую. Смысла в этом никакого нет. То же самое здесь. Человек оправдывается верою только, которая производит. Это и есть, дорогие мои, еврейская вера. Ветхозаветная. Нас учат бессовестно о том, что евреи когда-то учили и сегодня учат, что оправдывается человек делами, а не верою. Если вы когда-нибудь подошли бы к любому раввину, если вы сегодня подойдете к любому раввину, и вы скажете ему, вот мы знаем, что евреи оправдывают, говорят, что они оправдываются делами, законом, он рассмеется. Ни один еврей никогда, ни при каких обстоятельствах, никогда в истории не верил, что человек оправдывается делами. Это ни много ни мало, дорогие мои, я говорю это искренне, к сожалению, христианская выдумка, чтобы проще было бороться с тем, кого просто не существует. Просто объявить человека, который бы как бы погряз в делах, забыв о вере, но раввины никогда ничего подобного не утверждали. Они говорят, что человек жив верою, которая обязательно производит дела. Именно поэтому они так выступают против этой неправильно представляемой христианской доктрины об отделении практическом веры от дел. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте Это не значит, Господь Бог всегда может простить нас, что мы должны откладывать покаяние на последний день. У меня был такой случай в свое время, в моей миссионерской практике, когда возле храма гроба Господня, это было в Иерусалиме, одна женщина, сестра, помолилась молитвой, чтобы принять Иисуса Христа. И после этого сразу мне заявила, так теперь я могу наконец-то разойтись со своим мужем. Я говорю, почему? Она говорит, ну теперь Господь мой жених. Я говорю, понял. Я говорю, но ты не совсем хорошо знаешь Писание, и для того, чтобы следовать за Господом Богом, первое, что ты должна сделать, это выкинуть из головы мысль о том, чтобы развестись со своим мужем. На что она мне с ее точки зрения вполне резонно ответила. Эх, дура я, дура. Если бы знать, что Господь меня рано или поздно упростит, надо было еще больше погулять. Что вызывает у меня немедленно сомнение в том, является ли такой человек на самом деле рожденным слышно. Потому что если мы говорим так, окей, есть такое понятие, как предопределение, предузнание, или предвосхищение. Значит, ежели Господь, Бог, так или иначе меня простит, так давай я возьму от этой жизни все, да, притчи или экклезиаста. И там, как бы, гуляй и пей, пока молодой. Библия. Правда, как бы, иронически. Но мы же не знаем, когда мы умрем. Раби Элиезер говорит, покайся за один день до своей смерти. Гениальность этого выражения состоит в том, что поскольку никто не знает, когда он умрет, надо каяться здесь, сейчас, немедленно. Здесь, сейчас, немедленно всегда. Никогда нельзя откладывать эту историю. Почему я еще раз, как бы, акцентирую на это все, еврейские мудрецы. И вы говорите с воображаемым евреем. Представьте себе меня. Вам будет легче. И он вам скажет, да не, евреи в это не верят. Евреи не верят, что ты грешивший, что ты попадаешь в рай, а наша моя бабушка хорошая и так далее. Вы говорите, хорошо. Евреи не верят. По-твоему, Раби Элиезер еврей? А Языкиль, по-твоему, еврей? Раби Йона Герунди, он еврей? Вот так. И с этим очень трудно спорить. Конечно же, если Господь Бог ожесточает сердца убийц, а Он действительно ожесточает сердца убийц, очень серьезно. Я не знаю, ли вам когда-нибудь доводилось встречаться с убийцами? Мне доводилось и очень много. Очень много. И это отдельная история моей жизни, но они есть разные. Есть люди, которых вы никогда не скажете, что это убийцы, и только потом, изучая их жизнь, вы вдруг содрогаетесь, и вы понимаете, что человек это не черно-белый. Бывает как бы разные. Один из них спас мне жизнь. Бывает категория людей, которые с трудом вообще можно назвать людьми, и вы не понимаете, как такое ищадие ада еще живет на земле. И бывает ситуация, как с фараоном, когда Господь Бог попускает к ожесточению сердца до такой степени, что ожидать вот просто так вот чудесного превращения, чисто по-человечески, ну, знаете, очень трудно. Вот мы как бы с трудом, ну, вот кто угодно покаяться, но этот человек, ну, вот, вряд ли, да более того, чисто по-человечески, мы и не хотим, чтобы он покаялся, да? Вот если вот мы себя так честно спросим, вот человек, который натворил так много зла, вот хотим ли мы, чтобы вот он вот получил там тоже место, что и я такой праведник. И мы так как бы идем проповедуем. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить 5000 человек. О том, как пожертвовать, на сайте tvseminary.com У меня друг, проректор Московского химического института, который в свое время очень много проповедовал в тюрьмах. И он проповедовал смертникам. Вот он мне рассказывает, что он попал в камеру, это было лихие, как бы, 90-е годы, было очень много серийных убийц, попал в камеру к человеку, который убил 25 или 26 женщин, изнасиловал их. Его приговорили к смертной казни. И он говорит честно, когда я шел к нему в камеру, я знал, что я как бы должен это делать, но мне никак не хотелось, чтобы этот человек жил в раю. Потому что я читал его дело, то, как он издевался над уже мертвыми женщинами, насилуя уже мертвых, это не вписывалось ни в какие, как бы, рамки. И он говорит, когда я к нему пришел, я даже на него не смотрел. Я зашел, меня ввели в камеру смертников, его приговорили к смертной казни. Он говорит, я дал ему новый завет, сказал ему, что он должен покаяться, но если честно, вот говорил мне этот проректор, вот заглядывая в свое сердце, я даже не хотел, чтобы он покаялся, потому что я считал, вот такому надо гореть в аду. И я, говорит, оставил ему Евангелие, Библию. Он говорит, я оставил ему Библию, и через пару недель я к нему опять пришел, и я вдруг обнаружил, что он задает мне вопросы. И было ясно, что он Библию читал. Читал. И я ему как бы нехотя отвечал, иногда бросая на него взгляд, но опять-таки сердце мое было так против него, что я не хотел, знал, что надо, но... Мы договорили, что я приду через какое-то время, говорит, я пришел к нему, был занят еще месяца через два. Как правило, прошение о помиловании, они рассматриваются очень долго, и между приговорами и исполнением, а это тогда было, когда еще была смертная казнь, потом в России как бы отменили. Он говорит, я прихожу к нему, и я вижу другого человека. Сидит человек абсолютно спокойный. Улыбка даже на его как-то лице, с Библией в руках. И он задает мне вопросы, я ему отвечаю, я ему говорю, он реагирует, слушает, улыбается, кивает головой. Еще через пару недель я к нему пришел, и тот сообщает мне, что он принял Господа Иисуса Христа. И говорит, самое поразительное, что я смотрю на него, и я вижу перед собой брата. И вся моя плоть протестует против этого. Она говорит, как же так? Он же никуда не делся, у меня же амнезии, памяти нет. Я же помню, я же читал все, что он сделал, вот эти самые руки, вот все, вот этот же человек. И все-таки фактом является, что он переделится со мной, радостно улыбается и говорит, ты знаешь, я знаю, что меня ожидает. С Юрой из Писания, что Господь Бог прощает вину, но не оставляет без наказания. Он говорит, ну я ничего не боюсь, потому что я знаю, что он любит меня, и что он простил меня, и что мы встретимся с тобой-то. И он говорит, тот день я от него ушел, и я точно знал, что я обрел брата. И еще через две недели его расстреляли. Вот бывают такие случаи. И это поразительно, потому что Господь Бог действительно прощает. По всем при том, бывает ситуация, при которой на самом деле сердце настолько ожесточено, что покаяние не происходит. И все-таки мы должны всегда помнить, что для Господа Бога возможно все. Пока мы не погибли, пока они не погибли, мы им абсолютно не судим. И еще одно, чтобы мы как бы закончили эту тему, я надеюсь, всем теперь совершенно понятно, что человек, который совершил даже самые страшные преступления, может быть спасен, согласно еврейскому Писанию, во время Вавилонского пленения. Вы знаете, одна из самых страшных катастроф в истории евреев случилось всегда связываться с разрушением храма. У нас есть два разрушения храма. Разрушение первого храма в 587 году до нашей эры и разрушение второй вавилонянами и второе разрушение храма в 70 году нашей эры, римлянами. И оба эти разрушения произошли в один день. Это траурный день для еврейского народа в 9-й день месяца Ава. Еврейский календарь отличается от григорианского календаря и названия месяцев совершенно другие. Это, кстати, очень показательный день. В день 9-го Ава произошло изгнание евреев из Испании и очень много-много других разных событий. Но не суть. И очень часто разрушение храма рассматривается как не просто переломы в жизни еврейского народа, а рассматривается, скажем, пленение или голод, или диаспора как символ духовного рабства. Многие раввины сравнивают оба разрушения храма с Холокостом. С Холокостом. То есть, как бы, с катастрофой европейского юриста. И мы вправе задать себя вопрос. Пойдет ли грешник при вавилонском пленении в рай только потому, что он был убит во время вавилонского пленения? Пойдет ли израильтянин в рай только потому, что он был убит во время второго разрушения храма, хотя это была страшная катастрофа. Разрушен был храм, более миллиона евреев были уведены в рабство, в Рим, сотни тысяч были убиты. Если мы задаем раввинам такой вопрос, то они отвечают нет. Само по себе факт того, что человек был убит во время этих чудовищных катаклизмов не гарантирует ему место в раю. Поэтому, как бы трудно не было нам отвечать на вопрос людям, которые задают нам его, а что было или что будет с моим дедушкой, бабушкой, мамой, папой, надо основываться на еврейском тексте и сказать, что смерть сама по себе не гарантирует человеку место в раю. И еще, самое последнее в этой связи. Оно касается всех и всегда. Каждый раз, когда вы говорите человеку о Господе, он всегда может найти причину, по которой он не захочет в него верить. И причин может быть 10 тысяч. Например, а что? Мой сосед, я ведь лучше его. Или, например, что произошло во время Второй мировой войны. Или, что будет с чеченскими сепаратистами. Или, как отнестись к нам к католической церкви, которая воевала с православной. Или, что делать с Иваном Грозным. Или с Алексием, который носил под своей сутаной погоны. Или орден Ленина. Это все вещи, которые на самом деле призваны работать как извинения или оправдания собственному неверию. Мой вам совет. Никогда не начинайте с людьми дискуссии, подобные на тему второстепенных вещей. Попытайтесь ему объяснить. Окей, мы поговорим с тобой. по поводу этих людей. Но давай начнем с тебя самого. Потому что уловка человека всегда состоит в том, что он будет искать крайних, виноватых, каких угодно вокруг себя, только бы самому не ответить на вопрос, что он думает о себе. Когда вы говорите человеку, ты грешник? Он говорит, ну а зато мой сосед такой-то. Ты грешник? А я, в любви, ничего такого плохого не делал. Ты грешник? Ваша задача по возможности начать говорить с человеком о нем самом, не осуждая его. Давай ему понять, что в его жизни что-то не до конца совершенно. Тот же самый принцип, когда вы свидетельствует о тебе, Господи, Богу, еврею. У евреев более чем достаточно причин, чтобы отвести вас от главного вопроса, от своей участи в будущем. Деликатно, в любви, если она есть. Не как миссионерский трюк. Как мы будем проповедовать евреям сегодня. Так же, как и всем. С чистым сердцем, открытыми руками и с любовью. Если она у вас есть. Если ее нету, не идите и ничего не проповедуйте. Сидите и молите Господа Бога, чтобы он вам дал любви. Для начала к нему. И тогда только у вас появляется не просто обязанность, но, как я сказал, уже и право во имя Господа Бога идти и проповедовать Евангелие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok